Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами Кабычная Дмитрова, и мы продолжаем гонять в сердце утюговщицу эту честь Белая Рутыния, вот козерых, русский перевод, всё Кабычный. Так, мы тут накопили ППН, по-моему, я его на что-то, да, на экономику держу в уме 150, понятно, в общем, тогда пока с экономикой обойдёмся, тут рысичи с монголами обладаются с японцами, есть у меня уже мысли, что с этим попробовать сделать, есть у меня мысль вдарить по Российской империи, скоро. Потому что были предложения там на Литву напасть, напасть на Украину, но пока, пока явно нет возможности это сделать, потому что Францию, которая может скрушить Германскую империю, Францию дербанят сейчас жестоко, поэтому, поэтому пока мы взор обращём только на Россию, но сегодня, наверное, мы поаутируем, и там уже потом сделаем выводы, что и как делать. Вот такие дела. Ух ты, лягушатников сколько набежало. Ну так вот, бывает. Так, а мы рудники всякие будем сегодня исследовать. Какие-то всякие разные рудники. Французы были в контрнаступлении. Чё-то вообще у всех непонятки в приказе случились. Какая-то дичь. Ух ты, на Украину прибыли Петеновцы. Австрия билеет войну болгарскому царству. Ничего себе. Царство может дать отпор, теоретически. Хотя я слабого-то верю. Опа, Парижу бьют. Ничего себе. В общем, заступилось наступление немецкое. Видишь, их с другого фланга сейчас обойти могут. Довольно успешно. А мы не австрияки, конечно. Пока убасят. Германская империя объявляет войну социалистической республики Грузии. Ничего себе. Они сейчас вступятся, наверное, в альянс. Хотя, может и нет. Может и не вступят. Да должны будут, наверное, вступиться со временем. Таталисты все-таки. А может и нет. Ух ты, смотри, тут бриташка высадился. Ты глянь. Но их сейчас выбьют отсюда. Нам опасно пока выходить из альянса. Тут слишком много интересных личностей, которые нам наваляют. С этой пробы, может быть, и выбьют пять дивок. Но мемель они будут держать какое-то время. Фландр и Авалония капитулировали. Ничего себе дела. Ты посмотри, они реально просто взяли, пробили и обошли. Сейчас они в котел гигантский попадут. Будут в большой заднице. Так что, может быть, еще все хорошо для нас с вами будет идти. Кто знает, может, уже в следующем призыве. Тогда на Германию будем нападать. Надо будет выходить из альянса и крепать претензию. Да, бриташка, мемель пока не трогают. Хотя тут куча народу. Видишь, станет. Да, они не могут их пробить. Неудачники. Гонконг пал. Это что там такое происходит? Гонконг у три аут вообще. Это да, что-то с ивентами намудрилось. Нехорошее. Ванголе сейчас сольется. Не повезло Унгерну. Накачаем Блицкриг. Так три места. А у бани... О! Вот тебя я, чувак, просто одобряю. Патерналист. Ты мой дорогой. Жалко, что у тебя фокусы не уникальные. То ли еще будет. Да, они сейчас... Дожди, а как? А, наверное, они вернули дорогу себе. Это транспорт качнули. Что сейчас, может быть, лягушатников снова отбросят? Это не точно. Видишь, они как-то по-рубански действуют. Но отбились. В Испании что-то какая-то. Вообще дичь происходит. Французская республика обеляет войну французской коммуне. О, дядь Капитен. Сейчас на коммуну нападет. Ригу забрали, бриташки. Вот тут час выбьют. Выбьют остатки войск. Все, мемель вернули. Они вернулись в Емелье. Новых городов надобавляли. Вон, вижения не переведены. Немцев сейчас в котел согнали. Перебивать их будут. Печально получается пока. Это наш шанс. Это наш шанс что-то попробовать сделать. Фига тут литовцев. 144 каски. После капитуляции Германии, если Германия капитулирует, улетит куда-то. Мы выйдем из Альянса и нападем. Но только в этом случае. Там же тогда литовцы войска свои отведут. От моей границы. Можно будет что-то придумывать. Спернарота. Спернарота улучшена. Следующая 413. Вот разведчиков. Можно еще подтянуть. Ух ты. Султанат какой-то египетский. Тут гуляет. Дядька Султан высадился в триполитанию. Дядька Султан сегодня сильный. Аравию завалил. Не может Кипр. Но бывает. Что поделаешь. Ни фига тут народу. Уже стоит. Оборона Эссона. 8 дивок в котле. В Эссоне обороняется. Они как проклятые, смотри. Они уже дивок наплодили. Так что Германию сейчас могут уработать. Текущие войны, плиз. Или герма... Ээээ... Германско-грузинская война. Ничего себе. Так. Отсутская коммунистическая. Где у нас... Коммунистическая германская. 344к на 907к. Так вот. Ничего. Вдарим. Есть уже мысли. Главное, чтобы вот эти литовцы убежали. Потому что если они не убегут, то меня расколбасит. Просто-напросто. Синдикаты американские победили. Сейчас грузинов победят. Красновцы. Слушай, они на маленьких Сталинах похожи. Все. Прикольные модельки сделали грузинам. О! Болгария вступила в Туристный Союз. Ой, в Туристный Союз. В Миттель Европу. Вот это дичь. То есть Германия теперь еще и с Австрией будет война. О, да. Смотри, я теперь понял, почему такая тут жесть пошла. Конец американской гражданской войны. Все, Украина уже воюет с Австрией. Мы сейчас Акуловскую эту лабуду вкачаем. Они тупо стоят по линии фронта. Давай тогда возьмем... Сейчас знаешь что? Возьмем заявить права на украинские земли. И сделаем ультиматум Украине потом. Может быть, нет? Так, что тут надо? Дважды условия не в альянсе с Государственной Германской империей. Это немножко непонятно. Ну, в принципе, можно. Да, давай я сейчас эти претензии хапну. 21 день. И дальше 14 дней ультиматум. Все, я выхожу тогда из альянса. Потому что сейчас Германию они просто поколбасят. Просто жесть как. Вот Австрия вступила сейчас. И действительно действенно тут все видно. Падение Вашингтона. Да, действительно перепутали ивенты. Тут падение Берлина. Попутали с падением Вашингтона. Все, давай, мужик. Тебе вот так вот удалим. Подожди. Неправильно. Наступление на Литву Самая, возможно, грамотная вещь, Которая может получиться Во время этой войны. Потому что захват Вильнюса Приведет к поражению полному литовцев. И они все свои дивки профукают. Стреяк немножко по-тупому действует. Да, он что-то хапнул вроде у немцев. Так, что у нас происходит? Что-то все зависло. Германия капитулировала, короче говоря. Вот, что случилось. Почему все так зависло только? Я что-то не понимаю. Все стало Австрией еще, к тому же. Да, значит, Австрия что-то сейчас сделала. Полезное. При войне. Нам надо выходить из Метель Европы. Опять к Султану это и полетание подписали. Перемирия. Так. Все, я могу объявлять войну. Я типа вышел из этого союза. Получается автоматически. Это больше не друзья мои. Все, да, Украина тоже вышла из Альянса. Смотри как. Интересно получается. Все, дорогие мои. Готовьтесь. Готовьтесь к тому, что мы сейчас вам задницу надерем. Поляки какой-то батл ведут. Жалко нельзя попроситься в Альянс Австрийский. А, ну да, мы не имеем права, чтобы вступать вообще. В Альянсы сейчас правила ввели. Что это к глюкам приводит каким-то, потому что. Вот так вот бывает. Германия капитулирует. И теперь немецкое правительство в изгнании. Вот оно сидит. Под Петеном. Получается. Сейчас мы качаем фокус про украинские земли. Я думаю, что Украина боя не даст особого. Вот, а потом на Литву наступаем. Ну, я думаю, что боя вообще не будет с Украиной. Больше я считаю. Заявить украинские земли. Права на украинские земли. И мы делаем ультиматум. Украине... Давай, наверное, все-таки отведу. На всякий случай. Потому что... Ну, кто знает. Может, сейчас они скажут, что все. Дорогой друг. Когда нам придется воевать. Нам надо просто разно Киев пойти. Поэтому... No problem. No problem. Чего-то не производится. А, у нас артиллерия еще не производится, да? Да, винтовочки тогда немножко убавим. Добавим артиллерию. А, и сразу же говорит, что мне не хватает чего-то. Давай, его величит от торговли. Ухаратская коммуника. Кое-что. Все, ультиматум в Украине. Мы с вами сделали. И дальше будем идти качать военно-безнаселение. Время подготовки. Это попозже. Нам надо... Да, вот эти вот всякие полезные рейсы начать. Получать. Вот единицы... О, кстати, мы сталь можем больше не закупать, в принципе. Сейчас по поводу Украины... По поводу Украины хочу узнать. Я же ультиматум им отправил. Что сейчас произойдет, интересно. Украина согласна. Украинцы поняли смысл и вернули наш закон территории. Боже мой, мы... Мы даже без войны эти земли себе вернули. Слава... Слава тебе, господи. Ну вот, отлично. Все... Все просто класс. Литва больше не в альянсе. Литву выключить из войны просто очень легко сейчас. Я бы с удовольствием это сейчас сделал. Жалко, клаймов у нас нету. Вот есть же ведь кое-какие территории. Исконно наши. Это цель войны. Как-как. Мы же ведь еще экономику, потому что сможем все сделать. Давай на Вильнюс попробую. А, блядь. Все. На Украину начали бычить. После того, как они земельки мне отдали. Россиюшка еще мне земельки должна быть. Так, что не производится-то? Допс-снащение еще не производится. Допс-снащение тоже поставить. А, ну алюминий мы сейчас начнем производить. Так что пока подождем просто. И он потом добавится. Комна Бхарата обеляет военную государство в Бутан. Ну, 200 дней до войны с Литвой. Мы успеем много чего покачать пока. Вместо Польша. Сербия и Австрия подписывают мирные условия статус-кво. Сербия с Александром Вторым. Так, а по поводу Сталия. С девяткой. Болгарский царь стабиляет войну обратно с Сербии на часы. Бывает. Россия почти уже у руку берет. Но и японцы неплохо так делают. Вещи. Будем ждать. Можно, кстати, предъявить ультиматум России. Я думаю, это надо после того, как мы на Литву упадем. Вот сейчас Литва очень уязвима. Российская империя и Монголия подписывают мир на условиях статуса-кво. Ничего себе. Чего Монголия лишилась? ТВ? Чего-то еще вроде. Да нет, только за ТВ воевали что ли? О боже. Ну, бои. Ну, ничего. Китайцы. Китайская республика сейчас наваляет еще. Монголия, будет Китайская республика одна большая. У нас с вами. Литва такая жесткая. Смотря больше Польши сейчас стоит. Кстати, по поводу Польши. О, Польша 185 дней завоевания. Сколько у них дивок? Да немного. Может, по Польше вдарить? Тоже поставить. Потому что проблем вообще никаких не будет с ним, мне кажется. Со шляхтой. Давай. На Пивосток. Правда, цель войны. Они все в Миттерьевропе не сидят. Так что, все норм. Просто класс. Потом можно и на Украину напасть. В обход. Тому, что мы там наворотили. Так, а с кем первее война-то будет? Одинаково, кстати. Что с Литвой, что с этим. Лучше на Литву, наверное, сперва напасть. Литва, он, видишь, дерзкая какая-то. Дивки отвела. Италию, португезы валят. Надо нам как-то, не знаю, тут. Поизвращаться, чтобы... Чтобы профиту поиметь. А Монголия... А, кстати, смотри. Монголия под российским протекторатом. Вот какой статус-кво у них. Не завидую я... А-а-а. То есть тебе там воюешь. Понятно. Блин, какие убожеские границы. Жесть какая. Такие границы страшные. Больше всего, меньше и меньше становится. Но все равно я считаю, что Литву продавить будет действенней. Так, ну давай уже, алюминий. Ремарк. Победа Антанты. Не, Ремарк это не наш писатель. Победа Антанты, блин. Так. Станиненные коммуны. Ну, хорошая новость хотя бы связанная... Дожди. Немецкое происходило изгнание в Антанте? Вот это дичь. Благодаря нашему финансированию, исследования по топливу и Тонова имели прорыв. Представляем начать производство топлива. Хотя исследования продолжаются, это прекрасный день для нас. Вот это классно. Вот это хорошо. Так. Сяк. Бронетехника. Ну, Танчик можно средний уже исследовать, наверное. Почему бы и нет, в принципе. Эти все теперь сепаратные войны ведут. Путовцы, поляки, так что мы можем с них тоже профиту поиметь. Путаться. Так, нефть. А тут что у нас? Всякие события. Давай нефти добавим. Нужно автотранспорт начать тоже производить. Сколько это у нас? Ну, это долго, наверное, все фокусы эти качаться. Будут еще миллион лет. Королевство Канада теперь доминион. Интересно. Британский союз. Сусская коммуна обеляет войну Королевское Королевство Испания. Государство. Интересно тоже. Тут что, и Королевство Испания есть, но оно такое, аутирующее. Постройки мы, в принципе, в ногу со временем по стройкам идем. С этими нам еще сто лет цели войны оправдывать. И Королевство Испания тоже. Комун Французская обеляет войну. Бедняжки. Австрия уже под Варшавой. Чувствую я, что Польша мне не достанется. Хотя, может, и достанется. Вон они по австрийским земелькам бегают. Воюют. Давай, огневую поддержку немножко. Бударим. Западная Пруссия. Ух ты, он готов принять вообще меня. Вадение Вашингтона. Минитмены наконец-то взяли Вашингтон. Минитмены, походу, взяли Варшаву или что-нибудь такое, но явно не Вашингтон. А, они, кстати, вот, они Барселону взяли. Попутали ивенты. Это выглядит немного в диковинку. Украина начинает уже тут лажать. О! Кто-то хапнул Граснова и его друзей. Как дела у Азербайджана? Хм, забавно ведет войну. Понятно как. Берия все еще войну ведет. О! Теперь это, считай, азербайджанско-грузинская война. Выглядит забавно. Выглядит забавно. Сланцы качаем. Балтийская герцог стоп-тихоньку гасит. Королевство Испания гасит королистов. Сейчас их загасит. Линия Берлина. Боже мой. Что с... Советский Союз победил миталь Европы. Серьезно? Вот ж не думал. Конец Испанской гражданской войны. Король Альфонсо победил. Ну и надолго ли вопрос? Вот Питен пришел. Приплыл. Все, Польша профукала Варшаву. Столица в Белостоке. 98% капитуляции у Польши. Так что чувствую, я только ПП профукал, напав на нее. Все, Польшу аннексировали. Печаль. Беда. Ладно. Будем верить, надеяться, что хоть на Литве профита поимеем. Польша теперь с Добровским в синдикализм идет. Среди нам. Печально. Ну, Литва борется. Значит, мы на Литву нападем, профита с ней поимеем. Может быть, и выйдем к морю за счет Литвы. Там и Палтийский герцог, кстати, не за горами. Ну, ПП жалко. ПП жалко. Только в этой ситуации... Ну, у нас его пока, в принципе, в достатке. Немецкое правительство в изгнании. Взрыв Кельманджару качает. Ммм, японцы теперь с монголами бодаются. Тут уже. Видишь, марионетки. Блин, Литву грызть начали. Капец. Капец, может быть, для нас. Ну, хотя, кто знает. Может быть, и не капец. Может, все хорошо. Данное, чтобы Литва сейчас отвела войска. Отменяет. Тогда норм. Они, видишь, отвалевывают территорию. Сражаются. Так что наша задача просто... 80 дней, чтобы они... Уждают, чтобы мы 80 дней прожили, так сказать, даем Беллаза. Ну, сейчас вот это все подкачаем. Качаем за это время как раз. Дополнительно. Поляки ведут. Буйню. Литовцы дополнительные подкрепления скидывают. Так что, да, хорошо. Столица у Балтики в Ревеле. Теперь. А мы качаем современный Блицкриг. Нифига себе. Литовцы мулацы. Пробиваются. Они пробиваются, реально. Реально пробиваются. Падение Чикаго. Что, интересно, за Чикаго приняли. Мадрид, походу. Минитмены. Чего вы творите? Французская коммуна сбирает 19 регионов. Все, сожрали Испанию. Она сейчас замарионетит ее, наверное. И вышли в Португалию, коммунисты. Литва-то, только держись. Видишь, тут фражка уже начинает беситься потихонечку. 65 дней. Два месяца, считай, нам еще оправдывается. Блин, они сейчас выйдут, понимаешь, еще сюда выйдут вот эти бриташки. Да, будет попа нам. Нам надо брать Вильнюс. Уже ли с бетон набрать Вильнюс? Видно, что Литва бьется. Литвы на два месяца может и не хватить. Держание обороны. Поэтому так вот. Там еще королевство Украины, конечно. Что-то творит. Отдается. Поэтому-то коммунисты не бьют полностью по Литве. Все, они, кстати, все больше и больше войск отходят. Ко мне. Так что я надеюсь, что все скоро будет в наших руках. Все дни остались. Всего 50 дней. Как вы там поживаете-то, Геркайзер? Ух ты. Итальянская социалистическая республика. Кто галю завалит сейчас? Литва снова в контрнаступление вышла. Очень неплохо. Очень неплохо. Так, можно, в принципе, одно изменение в правительстве какое-нибудь сделать. Я, наверное, подожду. Я немножко подожду. Так. В Сингапур пал. В Браутар Востока. Сингапур. Это у нас... Здесь где-то же. Кстати говоря... Это все Сиам теперь. А, ну да, были же немецкие территории, по-моему. Теперь это Сиам. Сиам. Украину всюду дальше теснят. Литовская армия дополнительное подкрепление кидает. Чтобы удержать позиции. А, нам остался месяц. Месяц сферического аутизма в вакууме. Португалия капитулийтед. Португалия капитулировала. Это значит, что... Все, у Франции все соперники, в принципе, остались в Африке. Нифига себе, Албания тут. Ну, ты не забывай, конечно, еще про этих интересных личностей, которые тут набежали. Они тоже могут неприятности наделать. Гляй, на первый. Что у тебя в голове интересно? Литовцы, по-моему, еще дальше смогли пробиться. Литовцы вообще сильные. Они порадовали меня, действительно. Какие-то столкновения начались. Было бы хорошо, если бы литовцы смогли выбить бриташек. Отсюда мы тогда еще на Балтийское герцогство. Оправдали бы Цельвань. Да и сейчас даже оправдаем, наверное, на Ревеле куда-нибудь. Потому что на Украину наступать, это тоже хороший вариант, но попозже. Пусть и в Стрияке хотя бы под Киевом будут. Там уже и разберемся с ними. Бастиллерию прокачаем получше. Пусть будет. Так, что-то... А, показалось. Оказалось, что Россия еще тут пришла в гости. Механизация сельского хозяина... А, ну это, короче говоря... Опять же, надо ПП тратить, и тогда все будет у нас круто. Так. Сельское хозяйство должно быть полностью механизировано. Ну, естественно, с развитием технологии процесс земледелия начал улучшаться с помощью изобретений, таких как тракторы, которые делают, возможно, то, для чего потребовалось бы много времени. Несмотря на это, Белорутения осталась в прошлом, и ее сельское хозяйство довольно неэффективно по современным стандартам. Понятно, что все должно быть улучшено. Тогда Белорутения занимает место одной из самых современных наций в мире. Вот так вот. А Литва пробивается к Польше. Все ближе. А вот с Балтикой я, походу, облажался. Они дальше пошли. Еще. Болгарию не могут победить, и встрияки. Ну, коммуна пришла, хотя бы Рим отвоевала. Хорошо бы им еще вот сюда прийти, к Петену. Я еще, кстати, подозреваю, что синдикаты американские... А что с Ридом? Интересно. А, они сейчас сначала на Тихоокеан пойдут, наверное, потом вступятся в синдикаты. Аправдание Вильнюса выполнено. Божечки ты мой. Ну вот, все. Можем спать спокойно. В следующем эпизоде мы с вами нападем. Нападем на Литву. С днем веселую жизнь. На этом пока все. С вами был Дмитрий Трофим. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте палец вверх. Всего доброго, увидимся. В продолжении, наконец-то, движуха будет. Помните, что все. Самое интересное, еще впереди. Спасибо, ребята.